Одежда, продукты, посуда, товары реализуют сладков вдоль проезжей части. Ни у кого из продавцов нет разрешительных документов. Войну с этими стихийными палатками местные власти ведут давно. Но после каждой проверки они снова возвращаются на свои места. Вы же не даете людям заработать, правильно? В смысле не даете? Но рабочие места. А что, у нас нет торговых площадей в городе Саратове, которые полтора раз превышают норму. Все остальное. Вот надо выйти сюда, встать на улице и устроить хлам. Еще одна стихийная торговая точка появилась во дворе жилого дома на проспекте энтузиастов. На земле ящики с фруктами и овощами. Цены по сравнению с рыночными ниже. Вот только за качество продукции никто не отвечает. На прилавке помидоры, огурцы, нектарины. Все то, что называется скоропортящимися продуктами. А в такую жару срок хранения еще и сокращается. Ешьте дома тогда, не торгуйте на улице. На улице 35-40 градусов. Качество продуктов, которые реализуются в незаконной торговле, настолько страшное, что отравление уже море. Травятся люди, начиная от пирожных эклеров, заканчивая айраном. Просто караул. Недовольны незаконной торговлей местные жители. После себя предприниматели оставляют горы мусора. Непроданный и уже испорченный товар выбрасывают здесь же. У нас магазины хорошие. Шикарные магазины. Купить можно, выбрать. Или к вокзалу ездим. Но здесь мы не покупаем. Сейчас городские депутаты надеются на поддержку областных властей. В региональный парламент внесено предложение о повышении тарифов за несанкционированную торговлю. Наказание в 500 рублей предпринимателей не пугает. Динара Дусалиева, Валерий Богословский. Новости. Телебъектив. Новости. 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 Новости